Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать! Сегодня снимаю видео по запросу. Вы давно меня просите показать способ, который бы хорошо и эффективно чистил сковороду с антипригарным покрытием внутри. Я перепробовала несколько вариантов чистки и сегодня хочу вам показать, как мне кажется, самый бюджетный, самый легкий и самый эффективный. Надеюсь, что видео будет для вас полезным и интересным. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Сковороду ставлю на огонь, довожу воду до кипения и в кипящую воду добавляю 3 столовые ложки кальцинированной соды. Сода продается в двух упаковках. Вот в такой вот мягкой упаковке сода более рассыпчатая и она не комкуется. Если купить в картонной упаковке, то такая сода, если у вас дома очень влажно, быстро начнет комковаться и затем вам уже будет трудно отмерять одну, две, три столовые ложки. Будете добавлять комочки. Поэтому смотрите, кому какая удобнее сода. По чистящим свойствам, мне кажется, они абсолютно одинаковые. Вот смотрите, в мягком пакете она прям как разрыхлитель. Воздушная, легкая. Добавляю 3 столовые ложки. Добавляю с горочкой. Почему добавляют кальцинированную соду? Кальцинированная сода, она, во-первых, по чистящим свойствам намного мощнее. И вот она добавляется в кипящую воду спокойно. Не бурлит, не пенится, не шипит. И второй ингредиент это силикатный клей. Он продается абсолютно во всех канцелярских магазинах. Здесь у меня 110 грамм. То есть я добавлю целый бутылек. Если сковорода у вас не слишком запущена, не очень грязная, то можно добавить 1-2 столовые ложки соды и 50 грамм клея. Клей нужно добавлять аккуратно, в горячую воду, постоянно помешивая. Обратите внимание, у меня раствор практически однородной консистенции. Если взять пищевую соду и канцелярский клей, то раствор сразу же превращается в хлопья и моющая способность его на 50% ниже. Раствор необходимо кипятить в сковороде как минимум 1 час. То есть должна произойти полная самоочистка. Если сковорода у вас имеет слишком серьезное загрязнение, то времени потребуется больше. Если же у вас не очень сильно грязная сковорода, то ингредиенты для раствора берите в половину меньше и кипятите 30 минут. Все прекрасно очищается. Я буду кипятить примерно 1-1,5 часа и затем уже приступлю к окончательной чистке. Друзья, прошел ровно 1 час. Теперь сливаю воду со сковороды и приступаю к чистке. Беру обычную губку и моющее средство и начинаю очищать сковороду. Сливаю воду со сковороды. И вот такой вот результат я получила в конце своей работы. Чистая сковорода я провожу внутри рукой. Абсолютно скользящая гладкая поверхность. Нет застарелого закаменелого жира. Все удалилось. Вот эти вот царапины это от эксплуатации сковороды. Это не нагар, не грязь. В основном весь нагар был вот в этих местах. Но сейчас вы видите, что эти стеночки абсолютно гладенькие. Поэтому способ 100% рабочий. Перед тем, как показать вам этот способ, показать чистку этой сковороды, я его потестировала 3 раза. Все великолепно отмылось. Сначала я попробовала сковороду с меньшим нагаром. Я брала половину дозы и кипятила где-то, наверное, минут 30. Потом взяла сковороду с таким достаточно серьезным нагаром. Кипятила час, брала 3 столовые ложки соды и одну бутылочку канцелярского клея. Либо силикатный клей, либо жидкое стекло, как его еще называют. Я в конце видео напишу рецепт. Поэтому обязательно заглядывайте в инфобокс. Там, как обычно, больше информации. Друзья, на этом у меня сегодня все. Сковороду внутри почистили. Снаружи она очень грязная, поэтому буду искать рецепт. Если у вас есть какие-то советы интересные, то можете написать в комментариях к этому видео. Я как раз в поисках чего-то новенького, чего-то необычного, мощного для чистки сковородок. Если у вас есть идеи, то обязательно делитесь со мной. Всем же огромное спасибо за просмотр. Если видео оказалось полезным, не забудьте поставить лайк, поделиться в социальных сетях. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!